привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала эти навигатор с вами данном ролике мне хотелось бы сделать небольшой обзор дистрибутива под названием соус 3 версия у нас 326.2 сейчас ведь доставчик это 64 битная операционная система дистрибутив ну и собственно мы видим что сколько памяти и так далее выделено под данный дистрибутив я уже делал ранее обзор на дистрибутив linux что изменилось предыдущий раз я делал обзор на версию 1.2 в принципе концептуально вистрибутив особо не поменялся но далеко шагнул вперед плане своего развития на сайте соус у нас как бы да у нас основной юай основная оболочка это баджи собственно разработчики баджи по сути я принимают участие в разработке данного дистрибутива вот если мы нажмем дому от то мы увидим что нам доступны три версия данного дистрибутива соус баджи соус гном и соус мэйд я рекомендую вам всячески поставить соус баджи собственно ту версию которая стоит у меня это довольно таки неплохая оболочка и привносит положительный новый какой-то опыт experience использования то минималистичный интерфейс с боковой выдвижной панелью с оплетами со всем тем что мы любим если вы любите какие-то сложные перегруженные интерфейсы то выберите гном а если у вас слабая машина и вы какой-нибудь там старовер не знаю выберите мой тоже неплохой вариант по поводу истории развития соус как он появился откуда пришел вообще я рассказывал предыдущем видео ссылочку оставлю в описании хочу сказать лишь то что все детали вы прочтете на википедии либо посмотрите в моем видео данный дистрибутив это самобытная разработка он ни на чем не основывается писался с нуля в основе лежит у нас пакетный менеджер и а пкг это форка вся из портус линукса и здесь соус небольшое заимствование идеи того же бенту линукс вот ну подробнее прочитайте ссылочку на вики тоже предоставлю и как бы видео мое старое по версии 1.2 также в помощь так хром нам больше хром свободен здесь вы видите да то что присутствуют гномовские параметры из последней гнома гномовской оболочки да то есть wi-fi bluetooth фон как бы уведомления чего как бы особенного принципе все стандартно в моем обзоре на ту же ubuntu вы это все обидели этого это все закрыть в чем особенности самого вообще дистрибутива давайте наверное вам открою терминал покажу еще screen fetch для более подробного отображения информации о дистрибуте так как бы я сейчас пишу 60 fps ролик поэтому система немножко притормаживает так частности работает неплохо мы видим вам текущую версию ядра 414 9-42 то есть а ну и все скажем так подробно о моей системе терминал пока свернем давайте коротко пробежимся по интерфейсу основные особенности интерфейса булочки баджи у нас то есть панель с меню приложений по категориям вы можете смотреть все можете смотреть по каким-то категориям по набору софта принципе заострять внимание не буду потому что много всякого до устанавливал сам но скажу дистрибутив по умолчанию поставляется с неплохой сборкой базового набора софта ну что-то где-то на уровне linux mint в принципе самое нужное есть остальное легко до устанавливать справа у нас до меню приложений область закрепленных иконок через пробельчик это запущенное приложение можно допустим тот же вайбер можно закрепить на нашу панель далее справа у нас область оплетов это ну то есть все вот эти вот иконки до системный трейер рабочие столы там не знаю вайфай переключение раскладки это все оплеты это все как бы добавляется настраивается можно перемещать любое место нашей панели также основной особенностью изюминкой баджи является наша боковая панель где собственно есть облеты там различные календаря там приключения аудио да источника вывода там ввода облет также есть у нас область уведомлений куда падают все уведомления все удобно в одном месте можно да там смахнуть все там так далее можно понажать на замочек заблокировать экран завершить вашу сессию ну либо перейти на настройкам через этот облет у нас мы видим то есть больше опций все сконцентрировано в одном месте итак давайте перейдем к настройкам баджи что вообще поменялось баджи также развивается с предыдущей версии как бы раньше все настройки были как бы здесь на панели все было в одном месте как в том же диппинг но что я считаю положительным настройки вынесли в отдельный раздел переписали все замечательно у нас здесь есть несколько разделе разделов стиль да как бы мы настраиваем тему для отображения наших окон виджетов иконки курсор можем выбрать темную тему оформления кому как нравится мне лично нравится комбинации темного и белого да можно встроенную тему применить там к той же тем же там элементам так далее панели допустим включить отключить анимации можно и в принципе по стилю все десктоп но здесь мы конфигурируем рабочий стол там какие значки отображаем не отображаем шрифты соответственно мы выставляем размер шрифтов тех или иных элементов оформления окон и так далее ну и собственно далее у нас область панели да здесь у меня верхняя панель можем добавить еще там нижнюю боковую неважно можем в разделе сэшн до авто старта добавить приложение которое стартует при старте системы здесь у меня собственно skype и различные мессенджеры друг бокс вот по поводу настроек панели мы здесь можем добавлять различные аплеты вот по этому плюсику да можем добавлять что нам нужно аплеты также загружаются через software центр покажу чуть позже также все эти элементы можно перемещать стрелочка вверх-вниз удалять допустим смотрите то же время видим вот она у нас переезжают давайте вернем его пожалуйста на место вот принципе замечательно это что касается аплетов также можно перейти кладку настройки и задать настройки именно самой допустим панели нашей до расположение где нас сверху снизу размер панели там автоматическое скрытие можем задать там допустим прозрачных дам и мическую если мы раскроем окна весь экран окошко она затемняется к месту зададим всегда то всегда будет прозрачно но мне прозрачно нравится и отключил тени там различные стиле можно включить док мод и панелька ваша будет отображаться поменьше по мере накопления там элементов видите такого дока почему бы нет и думаю найдутся любители ну и для такого варианта отображения такие дела по поводу потребления оперативной памяти сейчас смотрите я записываю ролик full hd 60 fps а удосите у меня пишет сейчас звук 70 процентов оперативки вообще замечательно запущено сколько всякого там не знаю skype telegram вайбер там видео пишется хром открыто удосите там свой центр короче круче кучу всякого открыто и 2 и оперативки при холодном старте на моем стопе где-то 2 гигабайта занимает оперативной памяти системы вот такие вот у нас дела отдельно хочется отметить о центру приложений в этом одна из основных фишек данного дистрибутива данного дистрибутива данного проекта имеется свой репозиторий репозиторий соус у нас центр приложений до вкладки главное обновление тому все обновления установленные пакеты сторонние в этом разделе у нас отмеченные приложения то есть рекомендации редакции это было их предыдущих версиях на поиск и можем сконфирировать параметры да как мы там обновляемся и тогда вот сторонняя подборка вообще выше всяких похвал хочу отметить что это идеальный дистрибутив для веб-разработчика на участности для программиста в целом соус делался с тем направлением чтобы упростить опыт использования как обычного пользователя так и программиста в чем фишка смотрите я установил этот дистрибутив и с помощью центра приложений не добавляя сторонних репозиториев установил весь слой нужный софт есть основной из преимуществ то что репозиторий соус содержит огромное количество нужного популярного софта вот в разработке данного дистрибутива принимали участие специалисты с intel специалисты да которые участвовали разработки баджет то есть компетенции данных специалистов сомневаться как бы не стоит тут здесь чувствуется уровень сразу и здесь есть все самые популярные что вам только может понадобиться android studio там хром гид кракен до приложения для работы с гитхаб хрома для разработчиков иде для gvm языков там различные знаю пай чарма руби майн для питона для руби skype саблайн текст вайбер веб шторм сразу же до поставляется но скажем так не хочу вас вести в заблуждение это не пиратская версия после установки до вам скажет идти в ключ но веб шторм это та штука если вы программист то я думаю вы заплатите сколько там баксов для того чтобы ваша любимая идея работала ну скорее всего если вы программист она у вас уже куплено вот что касательно вообще удобством по моему и только на джесс устанавливал добавлял репозиторий а так здесь все в принципе есть давайте пробежимся теперь по разделам приложения и темы для рабочей среды здесь различные до булочки можно установить там библиотеки темы там и прочее прочее то есть вы сейчас видите все перед своими глазами все очень хорошо структурировано далее игры для сов в различные категории игр что-то здесь есть опять же можете установить steam никто не мешает это сделать и играть в стим игрушки мультимедиа и графика следующие разделы здесь есть и obs studio и open shot для редактирования здесь что только нет то есть по поводу софта проблем вообще никаких я думал да как бы свой пакетный менеджер свой репозиторий по-любому какие-то косяки но я пользовался данным дистрибутивом версии 12 и сейчас смотрю третью реально в плане софта в плане проработки дистрибутива разработчики шагнули реально далеко вперед интернет приложением различные клиенты рсс клиенты браузеры мессенджеры что примечательно смотрите здесь вайбер да у нас сторонник через тот же поиск либо там в каком-то из разделов пожалуйста telegram вуаля telegram я установил отсюда и он нативно ставится на систему ничего не нужно качать сайта там по моему в той же ubuntu вы качаете приложение ложечку какую-то папочку туда запускаете здесь все устанавливается через пакетный менеджер есть telegram замечательно огромный плюс а вы не увидели здесь visual studio вы можете в с вот так называется вот visual studio код также здесь есть в стандартном репозитории вам не нужно метитом на сайт microsoft где-нибудь там искать отсюда устанавливать я даже поставил на нее горячую клавишу control alt v и сейчас у меня запустится и жесткий диагон вот собственно на родимое я вот такие пироги друзья давайте дальше после твоя центр ну что сказать офисная по king soft office есть его установил он здесь замечательно работает то есть вы из коробки вас libra если вам нужно king stock king soft office называется вы его до устанавливаете и это в два клика в центре приложения языки программирования и утилиты на что очень круто это огромнейший плюс почему я сказал что это замечательный дистрибутив для программистов для разработчиков для веб-разработки таком центре приложения смотрит есть руби джемс модули для руби там различные средства разработки интегрированные среды программирования до библиотеки haskell модули python модули перл модули для модули библиотеки java здесь очень много всякого различные идеи там модули различные там среды и прочее прочее утилиты здесь кучу всякого для программистов это огромный кладезь и большой огромнейший плюс по безопасности там различные утилиты менеджеры паролей системные по вы пожалуйста можете сразу установить различные комплиенты и серверы баз данных различные драйвера образы ядра ну куча всякого вы сами видите сколько здесь пункта то есть по поводу центра приложений по поводу репозитория соус огромный низкий поклон разработчикам и реально чувствуется уровень уровень и проработка данного дистрибутива ну и давайте теперь друзья подытожим по поводу соус 3 версии для кого это дистрибутив ну в первую очередь данный дистрибутив все таки для более опытных пользователей потому что просто ввести там не знаю зайдите на какой-нибудь сайт и поставить debian пакет у вас не получится так привыкли попсовая убунту все на ней здесь немножко придется перестроиться под и о пкг ничего сложного нету вместо там осуда 5 стал и пишите суду его пкг стал то есть те же репозитории добавляются по схожей логике вы пишете здесь вот и здесь все ключи то есть ничего сложного очень хорошо документировано принципе разобраться не сложно вот так же здесь это дистрибутив для программистов здесь огромный кладезь софта именно в софтвэя центре вам нужен куда бегать и собрано в одном месте там через поиск либо по разделам в принципе можете установить все что вам нужно огромная скажем так поддержка различных библиотек там драйверов и так далее в принципе найти можно все что угодно в принципе если вы любите изучать что-то новое то я не вижу каких-то больших трудностей в том чтобы адаптироваться к данному дистрибутиву ну по поводу финальной фразы хочу сказать что это очень хорошо сбалансированное решение в первую очередь для опытных пользователей и для разработчиков различного рода там от веб-разработки до какой-то серьезных системного программирования и так далее также данный дистрибутив могу рекомендовать не опытным пользователям но если вы любите копаться разбираться в системе в целом это стабильное решение которое очень часто обновляется здесь у нас уже по моему они перешли на роли модель обновлений и это решение но гораздо стабильнее той же убунту ну интерфейс выбираем на ваше усмотрение все есть и в софтв-центре либо когда мы качаем с сайта в общем дистрибутив мне понравился сейчас рядом с минком это все стоит пока посижу попользуюсь минусов каких-то огромных не нашел да под большой нагрузкой куда пишется видео что там делается немножко притормажек так по производительности в повседневных задачах плавно быстро никакого лага пока не заметил такое мое мнение по поводу соус 3 довольно таки перспективный проект поэтому я в своем рейтинге отметил всем всячески рекомендую ссылочки на сайт и на вики на предыдущий обзор будут в описании повторюсь дорогие друзья основные социальные сети это twitter и telegram ссылочки будут также в описании спасибо за внимание жду ваших замечательных комментариев интересно ваше мнение ну все пока пока